За год число волков в лесах Мурманской области увеличилось более чем вдвое. Если в 2022-м, по данным регионального Минприроды, их было 120, то сейчас насчитывается уже около 250. При этом речь, утверждают эксперты, не идет об увеличении популяции. Причина в миграции. Откуда взялся в Заполярье непрошенный гость на пресс-конференции, журналистам рассказал начальник отдела Государственного охотничьего назора Регионального министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Дмитрий Каск. В 2021 году крупные пожары в Карелии и Архангельской области привели к тому, что опасный хищник оттуда потянулся на север. Понять, что это именно мигрант, несложно. В отличие от наших тундровых волков, непрошенный гость, рыжий, и заметно уступает своему северному собрату в габаритах. Они маленькие, весят 30-40 килограммов. По рыжему окрасу похожи на собаку. Но это, без сомнения, волки. Это видно по морде и по хвосту. Они не похожи на широко распространенных на Кольском полуострове тундровых волков. Фино-скандинавский волк человеку, конечно, не товарищ. Но опасаться рыжего хищника в первую очередь стоит собаке. Специалисты говорят, именно друг человека, а не сам человек, идеальная добыча для такого зверя. Ведь при встрече с ним необученный пес буквально цепенеет. Впрочем, не все то волк, что серого или, как теперь выяснилось, рыжего окраса. Дмитрий Каск отметил, по обращению северян, якобы видевших опасных зверей, в городской среде были проведены проверки. И выяснилось, как в Зеленоборском, так и в Мончегорске за хищников местные жители приняли бродячих собак.